Мы читаем Евангелие от Матфея, 3 главу, 1 стих. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Кто такой Иоанн Креститель? Он призывает людей изменить свой взгляд и даже образ жизни. Почему люди нуждались в такой кардинальной перемене? Нужно ли нам с вами менять что-то? Почему он ходил в верблюжьей шерсти и ел саранчу? Неужели таково начало прекрасного пути? Нужно ли для этого перейти от бургеров и картошки фри к саранче и меду? Одежда, еда и Иоанна были привычным делом для людей, живших в пустыне. Саранча — это большие кузнечики, была привычной едой. Обычно ее засаливали, как мясо. Иногда ее сушили на солнце, а затем хоронили в меде и уксусе. Вы проголодались, да? Для иудеев явление Иоанна напоминало о пророке Илье, жизнь которого описывалась в четвертой книге царств. Он также носил одежду из шерсти и кожаный ремень. Последняя книга Ветхого Завета, Малахии, пророчествует о том, что человек, подобный Илье, приготовит путь к Господу. О чем здесь говорится? Во времена Малахии израильтяне постоянно жаловались Богу на то, что Он безучастно смотрит на зло и несправедливость. Но Бог говорит в Малахии четвертой главе. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Четыреста лет спустя, когда ангел явился отцу Иоанна, Захарии, то сказал, что его сын будет посланником Малахии». Евангелие от Луки, 1 глава, 16 стих. «И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их и предыдет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Иоанн, креститель, является мостом между Ветхим и Новым Заветом. Он последний в долгой череде еврейских пророков. Он готовит путь к главному пророку Иисусу. Позже, в 11-17 главе Евангелия от Матфея, сам Иисус называет Иоанна Крестителя Ильей, который должен был прийти. Матфей представляет Иоанна Крестителя исполнением 40-й главы Исаии. В 3 стихе мы читаем, «Он тот, о котором пророк Исаия говорил». Голос, вопиющего в пустыне. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Иоанн, посланник, который готовит путь Иисусу. Послушайте, что сказано у Исаии в 40-й главе с 3-го по 5-й стих. «Глаз, вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия. Ибо уста Господни изрекли это». В пророческом видении Исаии долины поднимаются, горы выравниваются. Делается прямая дорога для Господа. Иисус – Господь Светхого Завета. Он – Яхве. Исаия пишет городам Иудеи в 9-м стихе. «А вот Бог ваш». Бог пришел в личности Иисуса. Божья слава и красота открылись в Нем и через Него. Это время покаяния и пробуждения. Обновление. Настало время приготовить свои сердца для пришествия Царя. Прекрасный путь требует от нас, чтобы мы подготовили свои сердца к чему-то абсолютно новому. В пустыне Иоанн говорит «покайтесь», ибо приблизилось Царство Небесное. «В пустыне ты оставляешь шум повседневной жизни, ты убираешь преграды, чтобы встретиться с Богом». Пустыня – это место новых начал. Иоанн Креститель призывает своих слушателей покаяться. «Покаяться?» «Мы часто представляем себе человека, стоящего на углу улицы с плакатом, кричащего на прохожих. Часто нам на ум приходят не самые приятные образы. Очень жаль, потому что покаяние – это чудесное слово. Оно говорит о том, что все мы должны практиковать, чтобы следовать прекрасному пути. Мы все согрешаем. У всех нас бывают мысли, убеждения, ценности и поведения, которые мешают нам, сковывают нас, сдерживают и даже разрушают нас. Мы должны освободиться. У нас есть мысли, действия и отношения, которые отделяют нас от Бога, от нас самих и других. И мы должны покаяться. Покаяться – это не ощутить себя плохо или сказать, что мы сожалеем. Покаяться – это не попытаться заплатить за свои грехи с помощью собственных страданий. Покаяться – это изменить наш образ жизни, наши убеждения, мысли, ценности, поведение. Это когда мы переходим от ужасных путей разрушения к прекрасному пути. Я хочу привести вам один пример. Но вот история, о которой я рассказывал в других выпусках. Как-то я вернулся домой с работы. Я был очень раздражен, когда зашел в дом. Тогда одной из моих дочерей было пять лет. Она делала одну вещь, которая раздражала меня. Я выразил свой гнев. Через несколько минут я понял, что поступил плохо. Я вернулся и сказал ей, что сожалею. Она подняла глаза и сказала, «Папа, я не хочу, чтобы ты говорил, что сожалеешь. Я хочу, чтобы ты изменился». И мне нужно было измениться. Я должен был научиться перенастраиваться перед тем, как приходил домой, если я возвращался после тяжелого дня на работе. Мне нужно было научиться делать паузу и спрашивать Бога, «Почему же я в таком стрессе? Почему я так зол? Почему я вообще раздражен?» Я должен был попросить Господа показать мне убеждения и мысли, которые влияли на мои эмоции, и определяли мое поведение, когда я заходил в дом. Я должен был пригласить Иисуса, чтобы Он пролил свой свет и истину на тьму моего сердца и показал мне, во что я должен верить, как должен мыслить, что должен ценить и как должен себя вести. Иногда это означало, что я сидел в машине еще пять минут, чтобы изменить свой настрой. Возможно, вы скажете, «У меня нет времени для этого». На самом деле, у нас нет времени, чтобы не делать этого. Ведь та цена, которую мы платим в разрушении отношений, обходится нам намного дороже, чем несколько минут перед возвращением домой. На самом деле, нашим детям могут понадобиться годы, чтобы восстановиться после нашего гнева. Описывая покаяние, богослов Ди Ай Карсон пишет следующее. «Имеется в виду кардинальное преображение всей личности, фундаментальный поворот, в котором участвуют разум и действие. По сути, когда мы каемся, мы смиряемся перед Богом и принимаем решение отвернуться от предыдущего образа жизни, извращенных убеждений, нездоровых мыслей, неправильных ценностей, ошибочного поведения. Мы отворачиваемся от греха и выбираем прекрасный путь Иисуса, дающий жизнь. Это настолько же важно и масштабно, как перемена культуры. Прекрасный путь — это путь новой культуры царства на земле. Что имеется в виду под царством? Иоанн Креститель говорит, что царство небесное близко. Иными словами, оно не идет, а уже прибыло. Его послание наполнено актуальностью. Он ожидает ответа. Когда мы говорим о царстве, то что приходит вам на ум? Король Артур и его круглый стол? Может быть, король лев? Элвис Пресли? Король рок-н-ролла? Боязливый лев из волшебника «Страны Оз» сериал «Корона» от Нетфликса. В Канаде мы склонны вспоминать британскую знать. Во время от времени вспоминаем о королевской семье. Они напоминают нам нашу историю. Но королева — это далекий суверен, не обладающий реальной властью и влиятельностью. Она может время от времени говорить нам приятные слова, разрезать ленточку на спортивных мероприятиях, сказать слова утешения во время проблем, но она не может управлять или приносить перемены. О чем думали слушатели Иоанна, когда слышали слова «Царство Небесное»? Его слушатели были иудеями. Они представляли себе яркие образы, новое небо и новая земля. Собрание рассеянного народа Израиля. Начало новых отношений с Богом. Время справедливости и мира по всей земле. Исполнение Божьих обетований. Авраам, Моисею, Давиду. В Евангелии от Матфея, первой главе, а также во второй, мы видим признаки приближающегося Царства Небесного. Иисуса представляют в виде прямого потомка Авраама и Давида. Иисуса называют Эммануилом, Богом с нами. Ангел говорит Иосифу, земному отцу Иисуса, он спасет людей от их грехов. Иисус, как говорили мудрецы Востока, был царем иудеев. Иисус — новый Моисей, который выходит из Египта, чтобы установить новое Царство. Это новый образ существования, прекрасный путь. Матфей использует фразу «Царство Небесное». Она взаимозаменяема с Царством Божьим. Лучше перевести эту фразу как «правление небес» или «царствование небес». Этот термин обладает силой и влиянием. Царство Небесное — это правление небес на земле. Иными словами, Бог Небес устанавливает свое суверенное правление на земле, как и на небе. И когда Иоанн Креститель говорит, что Царство Небесное приблизилось, то имеет в виду, что культура небес приходит на землю. Как это происходит? И где это происходит? В Иисусе. В Иисусе начинается обещанное правление Бога. В Евангелии от Матфея 4 главе 17 стихе мы видим, как Иисус провозглашает это послание. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, оно рядом. Надежда направления Божия и спасения всего человечества прибыла. Иисус приносит культуру небес на землю. Его подчинение Отцу, Его мысли, Его ценности, Его действия раскрывают культуру небес. Он — видимое воплощение Божьего суверенного правления. Прекрасный путь — это путь Царя Иисуса. В 5 стихе мы видим движение Божие. «Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Нему и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи Свои». Со времен Малахия, последнего пророка Ветхого Завета, прошло 400 лет. Люди ожидали Божьего Царства. Они жаждали Его. Иоанн Креститель говорил, что Царство Небесное приблизилось, достигая жителей городов и сел по всей Иудее. Толпы людей приходили к долине реки Иордан, на север от Мертвого моря. Это жаркое и сухое место. Послание Иоанна привело к росту ожиданий. Дух Божий двигался. Иоанн крестил множество людей в водах реки Иордан. Крестить — значит погрузить. Погружаясь под воду, люди отдавали свои грехи. Вода символизирует очищение грехов. Это все равно, что пройти через Красное море и выйти с другой стороны, обратиться от богов Египта к истинному Богу Яхве. Люди отождествляют себя с призывом Иоанна к тому, чтобы избавиться от препятствий в жизни, которые будут мешать им настроить свои сердца на Бога и отдать Его воле все аспекты жизни. Слушатели Иоанна отворачиваются от царства в самоуправление и говорят «да» правлению небес. Это время пробуждения. Ожидаем ли мы движения Божьего в наши дни? В седьмом стихе мы читаем, увидев же Иоанн, многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им «порождение Ехиднины». Пришли фарисеи и саддукеи. Кто они? Мы поговорим об этом буквально через минуту. Этим летом я остановился на заправке в скалистых горах. Я был сам на своем мотоцикле. Внезапно на заправку заехала группа из 25 мотоциклистов «Хеллс Энджелс» и буквально захватила ее. Ни один из них не посмотрел на меня. Я спокойно закончил заполнять бак, а потом тихонько оттянул свой мотоцикл от их группы. Знаете, байкеры из «Хеллс Энджелс» представляют племенную культуру и мышление. О какому племени относились фарисеи? Фарисеи были людьми, которые пользовались популярностью среди простых людей. 613 законов Ветхого Завета было мало для них. Их жизни были связаны со строгим соблюдением множества устных традиций. Они пытались учесть все аспекты повседневной жизни. Они ничего не оставляли нетронутым. Они хотели быть непорочными согласно закону. Они хотели жить отдельно от грешников, быть ритуально чистыми. В их представлении, если кто и мог быть праведным перед Богом, так это были они. Саддукии были малой группой аристократической и религиозной элиты. Они состояли из богатых семей священников и были далеки от простых людей. Их знали как гордых и недружелюбных людей. Их власть была связана с религиозной деятельностью в храме. Хорошие, религиозные люди, да? Иоанн называет эти два племени порождениями ехиднинами. Крэг Киннер, богослов, говорит, что в древнем мире считалось, что ехидны или гадюки убивали своих матерей. По сути, эта фраза означала «убийцы матерей». Это весьма далеко от политкорректности. Эти люди, правила законов, риторики и ритуалов, религиозных дел и наследия были хитрыми и опасными. Они стали главными оппонентами Иисуса. Рисеи и Саддукеи противились прекрасному пути. Иоанн спрашивает их, кто предупредил вас, чтобы бежать от грядущего гнева. Вы же на самом деле не хотите меняться. Они пришли, чтобы оценить Иоанна и его послание, а не покаяться. Они не собирались отворачиваться или исповедоваться. Они не собирались креститься. Они не говорят на языке перемены сердцем. Они ослеплены религиозностью и гордыней. Иисус говорил им, «Вы не знаете ни Писания, ни силы Божией». Они отвечали, «Зачем нам меняться? Мы настоящие дети Авраама. Мы законные наследники обетований Божьих. Нам не нужно выбирать путь царства. Мы уже избраны. Не просто избраны, но и сам выбор за нами». Иоанн ответил им, «Бог может и из этих простых камней в реке поднять детей Авраама. Вы не плодоносящие деревья, которые готовы к тому, чтобы быть срезанными». Если бы Иоанн был в Британской Колумбии, то сказал бы, «Вы заражены короедами и даже не знаете об этом». Ваша единственная ценность состоит в том, чтобы быть срезанными и сожженными. Так что покайтесь. Суть прекрасного пути не в религиозных названиях или связях. Вопрос не в том, чтобы быть индуистом, буддистом, мусульманином, баптистом, пятидесятником или минонитом. Вопрос не в том, чтобы быть частью этнической группы, евреи или язычники. Это вопрос сердца. Прекрасный путь никак не связан с религиозной и этнической гордыней. Иоанн мог гордиться. Иоанн получит уникальную пророческую роль. Он был самым популярным проповедником, великим представителем еврейских пророческих традиций. Толпы приходили к реке Иордан, чтобы креститься. Как говорит еврейский историк Иосиф Флавий, к нему приходило так много людей, что лидеры боялись бунта, но мы не видим этнической или религиозной гордыни в нем. Иоанн сказал в 11 стихе «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущие за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его». Он сказал толпе, которая пришла, чтобы услышать и увидеть его. «Иисус, больше меня и сильнее. Я не достоин нести его обувь». Снятие обуви господина было низкой задачей даже для ученика, но Иоанн был смиренным. Он понимал, кто Он и какова Его роль. Он был голосом, вопиющим в пустыне. Он был пророком, который готовил путь царю. В Евангелии от Иоанна Он говорит своим последователям. Ему должно расти, а мне умоляться. Он отказывался ставить себя на один уровень со Иисусом. Когда наши глаза смотрят на Иисуса, и мы знаем Божьи цели, мы понимаем свою роль, в Великой Истории. Если же наш взгляд сфокусирован на себе и на своих целях и планах, мы будем фокусироваться на себе и упустим свое призвание. Как говорил Джеймс Хьюстон, бывший профессор колледжа Риджент, многие делают карьеру благодаря распятому. Иными словами, они становятся популярны и строят свои империи на том, кто отдал свою жизнь. Разве может что-то вызывать больше тревог, чем это? Иоанн указывает на Иисуса и только на Иисуса. Все пути должны выровняться и выпрямиться для Его пришествия. Когда Иисус приходит, с Ним приходит Царство Небесное. Он воплощает культуру Небес. Он откроет вам прекрасный путь. Он будет Богом с нами, Эммануилом. Иоанн говорит, «Мое крещение — это крещение приготовления. Приготовить ваше сердце к Его правлению». Мое крещение призывает вас отвернуться от греха к Богу. Крещение Иисуса будет намного больше, потому что Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. 11 стих. Богослов Ди Эй Карсон говорит, что Дух и Огонь должны идти вместе. На самом деле имеется в виду Огонь Духа. Если Карсон прав, то Иоанн говорит об очищающем, а не разрушающем огне. Крещение Иисуса будет огненным крещением Духа, который очистит, восстановит и даст жизнь, новую жизнь. По сути, новое сердце. Когда Дух Божий приходит, семена перемен начинают сходить в сердце человека. Они приносят плод любви, мира и справедливости. Тот, кто кается в самоуправлении и обращается к Иисусу, принимает Духа Божьего. Они очищаются, рождаются свыше и получают силу от Духа. Они становятся полноценными членами нового царства, откуда бы они ни были. Прекрасный путь — это путь огня Духа, который дает новую жизнь и меняет сердца. Стоит сказать еще одну вещь об этом пути. Иоанн говорит в 12 стихе, «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Что за лопата? Ее использовали для того, чтобы подбрасывать пшеницу и солому. Тяжелые зерна пшеницы падали на пол, где их собирали, а легкую солому сдувал ветер, и после сборки урожая ее собирали и сжигали. Лопата используется в образном значении, чтобы показать тех, кто принимает Божие правление, и тех, кто отказывается подчиняться Ему. По сути, пришествие Иисуса отделяет тех, кто хочет Бога, от тех, кто не хочет Его, тех, кто хочет следовать прекрасному пути, и тех, кто не хочет. Тот, кто принимает Иисуса, оказывается в урожае, новом царстве, а тот, кто отвергает Иисуса, переживает суд в виде неугасимого огня, то есть ад. Они решили следовать своим путям и жить отдельно от Бога. Иоанн предупреждает своих слушателей в любви, говоря, «Вы не хотите быть соломой». В новом царстве мы видим жизнь, а вне царства смерть. Чтобы следовать прекрасному пути, нужно изменить культуру. Где мы лучше всего видим это? Мы видим это в учениках Иисуса, церкви, которая жила согласно культуре небес. Если мы, как ученики, каемся регулярно и сознательно, то сила, истина и красота царства будут все больше являться в нашей жизни. Ничто в постмодернистской, постхристианской культуре не может сравниться с красотой культуры Иисуса. А вы – последователь Иисуса. Является ли Иисус вашим царем, который управляет каждой сферой вашей жизни? Или вы живете так, словно он далекий, суверан из Англии, не имеющий власти над вашей жизнью? Молитесь ли вы о движении Божьем в наши дни, в своей жизни? В далеких 1940-х годах профессор богословия в одном английском университете повел учеников в бывший дом Джона Уэсли. Джон Уэсли был одним из великих реформаторов англиканской церкви в 18-м столетии. Уэсли проповедовал и молился о том, чтобы пробуждение началось в Англии и распространилось по другим частям мира. Во времена Уэсли было явное движение Божие. Многие уверовали во Христа. Последователи Иисуса пережили серьезное обновление. Влияние этого пробуждения изменило британское общество. Итак, он повел своих учеников в дом Уэсли. Он показал своим ученикам кухню, а потом кабинет. Его ученики восхищались книгами Уэсли и записями об исследованиях, которые сохранились там. Они пошли в его спальню, и один ученик заметил на одной стороне кровати два следа на полу. Этот ученик спросил, «Что это такое, профессор?» Профессор сказал, что эти следы остались на том месте, где Уэсли становился на колени, чтобы молиться за пробуждение на протяжении многих часов каждый день. Профессор провел учеников назад в автобус. Но когда он почитал их, то заметил, что одного не хватает. Профессор вернулся на кухню, его там не было. В кабинет тоже. И тогда он поднялся в спальню, и там он увидел одного ученика, который стоял на коленях у кровати. Он услышал, как тот ученик молился, «Господи, сделай это снова! Сделай это снова! И пусть все начнется с меня!» Профессор положил руку на плечо этого ученика и сказал, «Пора идти, сынок!» И тогда Билли Грэм встал с колен. И Бог снова сделал это. А молимся ли мы словами, «Господи, повтори это снова, и пусть это начнется с меня!» «Господи, повтори это снова!» Царь Иисус не позволит призвать Его в нашу жизнь просто для того, чтобы поддержать то, что мы делаем. Чтобы следовать за Иисусом, мы должны полностью переориентировать свою жизнь, посвятить все аспекты своей жизни Его водительству и власти. Это когда мы каемся во всяком намеке на независимость в нашей душе и открываем все, что есть Его огню Духа. Это когда мы молимся за пробуждение, за перемены каждый день. Это когда мы молимся за приход Царства Божьего. Иисус пришел, чтобы дать нам новую жизнь. Редактор субтитров А.Семкин